Лада 14 модели и Шевроле столкнулись сегодня днём на пересечении улиц Волково и Лесгафта. Удар пришёлся в водительскую сторону и на марке был довольно сильным. Автолиде, находившейся за рулём, сильно повезло, что она не пострадала. Подробности в репортаже Анны Городновой. Знаешь, я клал на законы, съёмку убирать. По явлению нашей съёмочной группы ни водитель Лада 14 модели, ни его товарищи были явно не рады, из-за чего так называемая группа поддержки всячески попыталась помешать видеосъёмке. С*** отсюда, на*** тогда. Закон объясняется, сказал. У него грабы, что ли, будете сейчас? О том, как произошла авария, рассказала девушка, управлявшая автомобилем в Шевроле. По её версии, она двигалась по улице Волково, в то время как вторая машина выезжала с улицы Лесгафта. Вы по главной ехали, он мог бы не уступить двигаться? Ну, вот он ехал второстепенно, я ехал по главной. В момент аварии на пересечении улиц не работали светофоры. Согласно правилам дорожного движения, в этом случае водители должны руководствоваться дорожными знаками. Они говорили, что водители, едущие по улице Лесгафта, должны уступить. Учитывая, что девушка двигалась по улице Волково, то есть по главной дороге, то виновным в аварии, скорее всего, признают водителя Лады. Это и объясняет его поведение.